Здравствуйте! Это программа «Неделя города». О главных новостях пятницы и уходящей недели вам расскажут мои коллеги и я, Валерий Седов. Главный вопрос. Губернатор Рязанской области провел пресс-конференцию с журналистами. 25 лет на страже спокойствия. Рязанский отряд ОМОН празднует юбилей. Твердая рука и зоркий глаз. В Рязани прошло второе ежегодное всероссийское состязание «Лапароскопические игры». 30 марта губернатор Рязанской области провел очередную пресс-конференцию. Как и обещал Николай Любимов, встречи с журналистами стали регулярными и проходят примерно раз в месяц. Что сейчас интересует рязанцев, смотрите в нашем следующем репортаже. Первая в этом году пресс-конференция губернатора Николая Любимова началась с вопроса о выводах из страшной трагедии в Кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». О первых результатах проверок пожарной безопасности в рязанских торговых центрах будет известно к середине апреля. Проверяться будут все. Достаточно жесткая информация МЧС и других проверяющих организаций будет направлены в суды, прокуратуру. Дорогие поднимались решениями, которые необходимы в данном случае. Мы, конечно, большинство владельцев, эксплуатанов наших этих развлекательных центров, других объектов, они должны будут в первую очередь исправлять данные. Еще одна громкая проблема этих дней – свалки. Журналисты спросили главу региона, готов ли он гарантировать, что в Рязанской области не построят полигоны для приема отходов из Московской области. Жители Рыбновского района выразили опасение, что их постигнет судьба Волоколамска, где расположен полигон и где недавно отравились дети. Сейчас у нас никаких несоглашений, ни договоренностей, ни умственных, ни письменных нет по поводу приема Московского или подмосковного мусора. Есть, конечно, у нас полигоны, которые принадлежат частным организациям или лицам, но они тоже должны это согласовать, поскольку у них определенный объем мусора, который рассчитан на Рязанскую область и на их, соответственно, жителей, которые рядом живут. Поэтому, если такие факты наступят, и эту ситуацию мы стараемся контролировать, то есть, что Роспотребнадзор работает в нашем министерстве природы пользования, то эти факты, конечно, пресекать сразу же на знаке реагии. Еще одна проблема касается большинства регионов страны – дефицит врачей скорой помощи. Только в областном центре не хватает на сегодняшний день около 200 фельдшеров и врачей. Медики уезжают работать в Московскую область. Там зарплаты выше в два раза. Вообще, вопросы комплектования и врачами, и фельдшерами, они, конечно, на нашем переднем крае внимания находятся. Для этого мы, в первую очередь, конечно, обучаем профильный из 60 интернов, которые мы отучили по целевому набору, 57 устроилась на работу в прошлом году в Рязанской области. Будем тоже политику продолжать, потому что целевой набор предполагает как минимум три года отработки здесь, в Рязанской области. Если мы платим бюджетные деньги, человек должен три года отработать. Дальнейшие, конечно, условия для его проживания комфортные тоже зависят от нас, но не всегда у них одинаково успешно можно будет. Будем продолжать эту работу, конечно, продеваться. От федеральных проблем к региональным. Ни одна из пресс-конференций еще не обходилась без вопроса об обманутых дольщиках. Жилищные комплексы «Виктория», «Дядьково», «Аэробус» и долгострой на улице Садово необходимо сдать до конца года. Контроль за ходом строительства, по словам Николая Любимова, ведется практически ежедневно. Волнуют жители областного центра и реконструкция площади Ленина. Уже известно, проект привлечет средства из областного и городского бюджетов, а также деньги инвесторов. Сам процесс обновления начнут уже в этом году. Выиграют от него пешеходы. Это должна быть в первую очередь пешеходная зона и соответствует всем трендам мировым. Это на самом деле из-за того, что пешеходов могут больше, чем могут платить. Конечно, какие-то компромиссные решения возможны, поскольку должен быть подъезд к торговым. Держит очень невозможным полностью. Время будет решение по покупке. Но на самом деле, в основном, это даже в решеходе не будет. А вот проблему городских дорог смогут решить только к 2024 году. Сам Николай Любимов признался, что только один раз пользовался личным автомобилем в Рязани. Алена Куколева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Рязанский отряд ОМОН образован в 1993 году. 30 марта им исполнится 25 лет. Как проходит служба у бойцов отряда специального назначения, расскажем вам прямо сейчас. Предсказать, как пройдет день сотрудника подразделения ОМОН, невозможно. К счастью, в большинстве своем все идет в штатном режиме. Утреннее совещание, инструктаж и тренировки, тренировки, тренировки. Каждый сотрудник ОМОНа должен поддерживать свою физическую форму. Алексей Власенко служит в отряде с 1996 года. В спецслужбу он пришел через три года после образования подразделения в Рязани. Наш отряд образован в марте 1993 года. Наверное, одного из самых сложных периодов в нашей стране. Мы помним октябрьские события 1993 года, где наш отряд получил первый боевой опыт. Именно в этот период подтвердилось, что созданное наше подразделение способно оперативно выполнять поставленные перед нами задачи. И именно с этого времени начался боевой путь нашего отряда. Алексею 43 года. И за долгое время службы он вместе с отрядом принимал участие в проведении контртеррористических операций по локализации незаконных вооруженных и бандитских формирований. Кавказ мы объездили, начиная с образования ОМОНа. То есть у меня лично 15 командировок. То есть и боевой опыт огромный имеется. И задачи, во-первых, которые перед нами стояли, они выполнены все на 100%. Естественно, мы ездим и помогаем своим коллегам в соседних городах, в столицу нашу ездим. Отряды ОМОНа можно увидеть при проведении массовых праздничных мероприятий. Они обеспечивают безопасность. С негативом на службе подразделение сталкивается практически каждый день. Однако за долгое время работы сотрудники попросту перестают его замечать. Самое главное, по словам Алексея, не приносить его в семью. Это привычка, выработанная годами. У подполковника двое детей, старший из которых во всем старается походить на отца. Мой сын, старший сын, у меня их два, Владислав, он учится в школе МВД, занимается спортом. Является в 18 лет, стал мастером спорта по кикбоксингу. Он неоднократно принимал участие в международных турнирах, был призером. Сейчас собирается на Россию выступать за нашу страну. Поэтому пытается быть похожим на меня, пытается идти по моим стопам. Предсказать, как пройдет день сотрудника подразделения ОМОН, невозможно. К сожалению, порой все идет совсем не так, как было запланировано. Возникают и нестандартные ситуации, в которых приходится действовать оперативно и четко. Здесь и вспоминается старая пословица – тяжело в учении, легко в бою. Для этого и нужны тренировки, чтобы в нужный момент четко и грамотно выполнить поставленную задачу. Для меня существует только одно – выполнение поставленной задачи, то есть на 100% качественное выполнение поставленной задачи, и сохранить жизнь и здоровье коллег-собородных. За все время существования подразделение сильно изменилось. Сейчас оно имеет ряд некоторых характерных особенностей, присущих только специальным отрядам. Более профессиональная физическая подготовка и разнообразие тактических возможностей. 30 марта Рязанскому отряду ОМОН исполняется 25 лет. Я всех наших коллег из ОМОН поздравляю с нашим профессиональным праздником. Желаю добра, здоровья, самое главное – мирного неба на голову, и чтобы поменьше у нас была работа. Валерий Седов, Олег Парамзин. Телекомпания. Город. 30 и 31 марта в Рязанском медицинском университете проходят вторые ежегодные всероссийские состязания «Лапароскопические игры». В этом году они приурочены к 75-летию Рязанского государственного медицинского университета. В них примет участие 11 команд, в состав которых вошли студенты-медики со всей страны. Санкт-Петербург, Волгоград, Воронеж, Ярославль – вот далеко не полный список городов, из которых приехали будущие хирурги, чтобы побороться за звание лучших. На открытии лапароскопических игр, которое прошло в пятницу 30 марта в РязГМУ, участников поприветствовал заместитель министра здравоохранения Рязанской области. Она пожелала удачи студентам-медикам и отметила огромное значение данных состязания для практического здравоохранения. Здесь молодые специалисты обмениваются передовым опытом, показывают свои навыки, и поэтому проводится борьба на этих соревнованиях для того, чтобы найти новые подходы и новые методы для лечения больных. Лапароскопические игры пройдут в три этапа и продлятся два дня. В течение этого времени командам студентов предстоит выполнить задания различной степени сложности. Так, первым заданием начального этапа стало вязание интракорпоральных узлов при помощи лапароскопических инструментов. Первое испытание прошло достаточно напряженно, во-первых, потому что это было первое знакомство со стойками, которые были предоставлены университетом для проведения игр. Но я надеюсь, что оценено будет достаточно хорошо, потому что мы провели много тренировок, и я надеюсь, что это не прошло зря. Также в задание первого этапа вошло выполнение лапароскопической герниопластики, наложение узловых интракорпоральных швов и апентоктомии. Здесь мы видим имитацию, скажем так, полуоргана, заполненную жидкостью, и ребятам необходимо будет выполнить вмешательство, легировать, скажем так, определенную часть этой перчатки, не нарушив ее целостность, и чтобы содержимое этого органа не вылилось, скажем так, в окружающее пространство. Оценивать выполнение заданий будет компетентное жюри, председателем которого стал доктор медицинских наук, профессор кафедры хирургии РязГМО Константин Пучков. В итоге в финал выйдет всего лишь три команды, которым предстоит выполнить настоящие лапароскопические вмешательства на мини-пигах в операционный ветлаб. Это как раз говорит о многом, то есть о подготовке уже непосредственно хирургической. Понятно, этому не научиться за один день, это невозможно научиться за месяц, то есть люди готовились, люди занимались, это минимум год-полтора-два, они занимались своими руками. Потому что чтение книг – это одно, слушание лекции – это второе, работа у постели больного – это еще один фактор обучения, да, но если мы говорим о хирургии, тем более о малоинвазивной, о продвинутой хирургии, то мануальные навыки – это основное. Победителем лапароскопических игр станет команда, набравшая максимальное количество баллов по сумме трех этапов. Напомним, в прошлом году первое место заняла команда РязГМУ. В этот раз они также настроены на победу. Настрой позитивный, только победа. В любом случае, каждый из участников лапароскопических игр получит неоценимый опыт, ну а победителей, помимо звания сильнейших, ждет еще и 100 тысяч рублей. Нам же остается пожелать удачи студентам-медикам в этих состязаниях и дальнейшей медицинской карьере. Ирина Ковалева, Олег Парамзин, телекомпания «Город». Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в городе Кемерово стал национальной трагедией. По официальным данным, погибли 64 человека, в том числе дети. Сотрудники МЧС несколько дней продолжали поиски пропавших в без вести. За медицинской помощью обратились 80 человек. Возгорание произошло на четвертом этаже торгового центра, где располагались несколько кинозалов, детские игровые площадки с аттракционами и контактный зоопарк. Следователи возбудили уголовное дело сразу по нескольким статьям о именно причинении смерти по неосторожности, нарушении требований пожарной безопасности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц, оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Они допросили и задержали четверых человек, в том числе руководителя управляющей компании, которая обслуживала торговый центр. Официальный траур по погибшим в Кемерово был объявлен 28 марта. Однако во многих регионах тысячи людей уже на следующий день после трагедии внесли цветы и игрушки к стихийным мемориалам, выпускали в небо белые шары, оставляли соболезнования, а в некоторых приступили к сбору помощи. Рязань исключением не стала. По благословлению Святейшего Патриарха Всеруси Кирилла, во всех церквях мира прошла панихида по погибшим в трагедии в городе Кемерово. Службы проходят и в православных храмах других стран, таких как Украина, Беларусь, Китай, Япония. Мы скорбим всей полнотой церкви о тех людях и будем молиться сейчас о их упокоении, о упокоении их душ. О предстоящей панихиде не было сказано ни по телевидению, ни радио. Только одно небольшое сообщение в социальных сетях. Однако неравнодушные люди нашлись. Совсем немного, преимущественно пенсионеры и студенты. Молитва о упокоении всегда помогает не только родственникам усопших, поскольку они получают утешение, но и в первую очередь она нацелена на прощение грехов самих умерших людей. И это является главным критерием и целью всех заупокойных молитв. После панихиды священник поблагодарил всех пришедших в храм. Он отметил, что служба продолжится и в дальнейшем. Вечером того же дня на площадке перед филармонией собралось сотни людей, чтобы почтить память погибших. Сначала служили молебен, затем все желающие могли сказать несколько слов в память о погибших. После такой беды не могут быть не найдены виновные. Но ведь, давайте скажем так, сколько мы сами нарушаем все, что можно нарушить. Каждый день, переходя дорогу, переезжая не там, где нужно, и не на тот свет, и так далее, и так далее. Сколько небрежностей мы допускаем. Как мы плохо подчас выполняем каждый то, что должен делать абсолютно точно и хорошо. Пусть это будет нам уроком. Свечи, игрушки, цветы. Все это несли неравнодушные рязанцы, чтобы отдать дань памяти жертвам страшной трагедии, которая потрясла не только Кемерово, но и всю страну. Слезы, стоявшие в глазах пришедших, еще раз подтверждают, это неформальность. Это для большинства из нас единственная возможность выразить свою скорбь и поддержку жителям Кемерово. Дети погибли, очень жалко. Техника безопасности была не соблюдена. Наши все дети, наши внуки. Мы не можем оставаться в стороне от такого горя всей страны. Все очень скорбим, переживаем. Мы пришли пощить память погибших. Мы очень соболезны родственникам и людям, которые причастны. Ну, как-то друзья, близкие. Мы пришли, чтобы поддержать жителей Кемерово. Это общая беда. Это общая беда, это общее горе. Я, как сотрудник детского сада, не могла пройти мимо. Когда погибают дети, это как-то... Это самое печальное, что может быть в этой жизни. Потому что, если гибнут дети, нации нет будущего. Цветы и игрушки продолжали нести и в день национального траура, 28 марта. И хотя все это вряд ли умерет боль тех, кто потерял своих близких, своих детей, жители Рязани хотели бы, чтобы в Кемерово знали. Мы с вами. Мы скорбим. После трагедии в Кемерово сотрудники МЧС по всей стране стали проверять места массового скопления людей. Иркутск, Омск, Владимир и, конечно же, Рязань. В нашем городе она проходила с 27 по 30 марта. По поручению прокуратуры области. О результатах проверки расскажем далее. Вопрос пожарной безопасности после трагедии в Кемерово волнует всех без исключения. Уже в начале недели появилась информация об организации прокуратуры области проверки исполнения противопожарного законодательства на крупных объектах, торговых, развлекательных центрах, кинотеатрах, организациях основного и дополнительного образования. За текущую неделю сотрудники прокуратуры при содействии МЧС проверили несколько торговых объектов. В их числе ТРЦМ-5 Мол, Барск, Руиз, Премьер, Виктория, Плаза. Проходят проверки по схожей схеме. Начинаются они с осмотра всей документации по пожарной безопасности. С инспекцией в торговый центр Виктория Плаза приехал начальник главного управления МЧС России Паризанской области Сергей Филиппов. Он сразу же приступил к проверке работоспособности пожарных рукавов и огнетушителей. Давайте открывать. Результат – все работает исправно. Следующим этапом стала проверка диспетчерской. Здесь убедились в работоспособности пожарных датчиков, системы оповещения, даже проверили соответствие номеров экстренных служб города. Также сотрудников торгового центра попросили рассказать о действиях во время получения сигнала тревоги. И вот срабатывает датчик с указанием конкретного места. Загорается красным светом. Загорается красным светом. Идет звуковой сигнал, оповещение. Сработал такой датчик. База подает, в смысле оператор подает команду охраны, охрана бегом бежит. Сотрудники МЧС отмечают и записывают все выявленные недостатки. По словам Сергея Филипова, пока их немного, но каждый из них важен. Один из недостатков – это типовой недостаток, к сожалению, что сообщают сначала руководителю, бегут смотреть, а потом уже вызывают пожарную охрану, а минуты уходят. Всего в Рязанской области планируется проверить 50 крупных торговых объектов. Торговые центры сейчас находятся под пристальным вниманием в том числе и рязанских журналистов. Представители СМИ общаются со службами безопасности, проверяют работу аварийных выходов. Отчеты о подобных проверках можно найти на информационных сайтах Рязани. Ирина Ковалева, Валерий Седов, Олег Парамзин, телекомпания «Город». К другим новостям. В последнее время количество дорожно-транспортных происшествий с участием маршрутных такси неуклонно ползет вверх. Чаще всего происходят они по вине самих водителей, а страдают именно пассажиры. За прошедшую неделю было зарегистрировано два случая ДТП. К сожалению, есть пострадавшие. Как говорится, уж сколько раз твердели миру, как важно соблюдать правила дорожного движения. Пренебрежение ими может привести к трагедии. 27 марта водитель маршрутного такси номер 73 врезался в опору светофорного объекта. На улице Октябрьская, дома 65, 53-летний водитель, управляя автомобилем «Газель», двигаясь по маршруту номер 73, не справился с управлением и совершил наезд на опору светофорного объекта. В настоящее время по факту ДТП проводятся оперативные мероприятия, устанавливаются очевидцы и проводится проверка. По словам очевидцев, ребята получили совсем незначительные травмы. Это ушибы, ссадины и сотрясение мозга. По факту дорожно-транспортного происшествия проводятся оперативные мероприятия. Все подробности уточняются. Не прошло и дня, как произошла подобная ситуация. 28 марта на улице Новая 29-летний водитель маршрутного такси не справился с управлением. В результате машина наехала на фонарный столб. В результате происшествия травмы головы, ушибы и ссадины получили три пассажирки в возрасте от 26 до 49 лет. После оказания медицинской помощи они были отпущены. По факту ДТП проводится проверка. Все обстоятельства выясняются. 29 марта сотрудники госавтоинспекции провели плановый рейд. Он был посвящен проверке маршрутных такси, которые ежедневно перевозят жители Рязани. Главной целью профилактического мероприятия автобус является выявление и пресечение нарушений правил дорожного движения водителями маршрутных транспортных средств. В ходе надзора за дорожным движением чаще всего выявляются такие административные правонарушения, которые стали, к сожалению, нередкостью для водителя маршрутных транспортных средств. То есть это поворот не с той полосы, не применение ремней безопасности, не применение необходимых световых приборов на транспортном средстве. Также нередко встречаются транспортные средства, техническое состояние которых не соответствует требованиям регламента. На одной оси, например, установлена резина с разным рисунком протектора, установлена резина с повреждениями, не работает аварийная сигнализация, не работают стоп-сигналы и так далее и тому подобное. В первую очередь при остановке транспортного средства инспекторы проверяют необходимую документацию, водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства, наличие путевой документации. Большое внимание уделяется и оснащению салона, наличие аптечки, огнетушителя, исправность дверей аварийных выходов. У остановленных в ходе рейда маршрутных такси в момент работы нашей съемочной группы сотрудники госавтоинспекции нарушений не выявили. Однако 29 марта были привлечены к административной ответственности пять водителей. Неприятные запахи, которые в нашем городе, к сожалению, не редкость, оказывают существенное влияние на качество жизни людей. Как с этим бороться, куда обращаться за помощью и будет ли от этого толк, таким вопросом задаются многие. Жители центра Рязани, столкнувшиеся с подобной проблемой, написали заявление в природоохранную прокуратуру. Жители нескольких домов по улице Ленина и улице Радищева оказались заложниками неприятной, а возможно и опасной ситуации. По их словам, прогулка с детьми на детской площадке во дворе в последнее время больше похожа на посещение газовой камеры. Запах такой отвратительный, как будто полузавод у нас рядом. А у меня внучка маленькая, 5 лет. И, собственно, мы из подъезда выходим и всегда гуляем здесь. Невозможно даже гулять. Запах невозможный. Со второго этажа шел тоже мужчина с своей женой. Его аж до рвотины. Источник неприятных запахов очевиден. Магазин, в котором осуществляется изготовление полиграфии. Жители обратились с жалобой на деятельность магазина в природоохранную прокуратуру. И 28 марта была проведена проверка с привлечением специалистов Министерства природопользования Рязанской области, Управления Роспотребнадзора, а также передвижной лаборатории. Было установлено, что действительно по адресу 19А по улице Ленина осуществляется деятельность, связанная с изготовлением печати, штампов при использовании лазерной установки. При этом при работе данной установки в атмосферу выбрасываются за пределы помещения, непосредственно в сторону детской площадки, выведена труба, из которой выбрасываются вещества. В ходе прокурорской проверки руководителя данной фирмы попросили произвести изготовление печати. В ходе данной процедуры было установлено, что эта деятельность сопровождается неприятным запахом. В помещении организации, где осуществляется полиграфическая деятельность, установлен лазер, лазерный агрегат, где осуществляется лазерная гравировка, в том числе из резиновых изделий, из резинового сырья. Установлена, смонтирована система очистки, трехступенчатая система очистки. То есть газы, пары, которые образуются при лазерной гравировке, в том числе резины, поступают через очистку и выбрасываются непосредственно через окно, как описали жители, в атмосферный воздух. По результатам проверки специалистами будут проведены дополнительные лабораторные исследования и сделан вывод о наличии нарушений. И уже тогда будут приняты меры прокурорского реагирования. Предварительно установлено, что разрешительной документации, связанной с выбразом загрязняющих веществ в атмосферный воздух у данной организации нет. Ирина Ковалева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Это были самые интересные новости уходящей недели. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем официальном сайте город62.tv и в группе в соцсетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хороших вам выходных и до встречи в эфире. Мама спит, она устала, в пробках два часа стояла. До работы далеко, добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустным не бывает, потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас. Переезжаем в Еврокласс. Это в центре. Здесь все рядом. Всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Субтитры создавал DimaTorzok